Продолжение следует... Перед вами единицы измерения длины. Нужно произвести преобразование. Итак, 308 см переведем в метры и сантиметры. Для этого вспомним, что в одном метре 100 см. Следовательно, 308 см – это 3 метра и 8 см. 45 мм переведем в сантиметры или миллиметры. Для этого вспомним, что в одном сантиметре 10 мм. Следовательно, 45 см – это 4 см и 5 мм. Произведем обратные преобразования. 3 метра и 70 см переведем в сантиметры. Вспомните, в одном метре 100 см умножим 3 на 100, получим 300, да еще 70, получаем 370 см. 15 дециметров и 8 см переведем в сантиметры. Для этого 15 умножим на 10, получаем 150, да еще 8 – 158 см. Давайте вспомним, ребята, сколько десятков в данных числах. Итак, 170 – это 17 десятков, 540 – 54 десятка, 810 – 81 десяток и 600 – это 6 десятков. Сколько сотен в данных числах? 700 – это 7 сотен, 200 – это 2 сотни, 300, следовательно, это 3 сотни и 900 – это 9 сотен. Определим теперь, сколько единиц в данных числах. 12 десятков – это 120 единиц. 5 сотен – это 500 единиц. 23 десятка – это 230 единиц. И одна сотня, как вы уже догадались, это 100 единиц. Эти знания, ребята, сегодня нам еще пригодятся. Рассмотрим примеры. Обратите внимание на эти три столбика. Чем же они различаются? Вы уже заметили, что в первом столбике записаны примеры на умножение и деление однозначных чисел. Во втором столбике записаны примеры на умножение и деление двузначного круглого числа на однозначное. А в третьем столбике записаны примеры умножения и деления круглых трехзначных чисел. Я думаю, что первый столбик вы решите с легкостью. Примеры второго столбика вам тоже знакомы. А вот следующие примеры мы сегодня научимся решать. Итак, сегодня на уроке научимся выполнять умножение и деление трехзначных чисел, которые оканчиваются нулями. Как же выполняют такое умножение и деление? Ребята, в таких случаях можно заменять действия действиями, сотнями и десятками. Рассмотрим примеры. Как же 400 умножить на 2? Заменяем 400 единиц. Это 4 сотни. 4 сотни умножим на 2. Получаем 8 сотен. Или 800. Следующий пример. 900 разделить на 3. 900 единиц представляем как 9 сотен, разделив которые на 3, мы получим 3 сотни. Иначе 300. Сделаем вывод. 400 умножить на 2. Получим 800. 900 разделить на 3. Получается 300. Поработаем дальше. 180 умножить на 4. Получаем 720. Потому что 180 – это 18 десятков. Умножаем на 4. Получаем 72 десятка. 480 разделить на 2. Представляем. 48 десятков. Делим на 2. Получаем 24 десятка. Или 240. А теперь давайте решим задачу. Из куска ткани можно шить 12 детских плащей, расходуя на каждый по 2 метра. Сколько плащей для взрослых выйдет из этого же куска ткани, если расходовать по 4 метра ткани на каждый плащ? Предлагаю кратко записать условия задачи в виде таблицы. Итак, в задаче говорится о детских и взрослых плащах. Из куска ткани сшили 12 детских плащей, а на каждый детский плащ расходовали 2 метра ткани. В задаче спрашивается, сколько можно сшить плащей для взрослых, если расход на один взрослый плащ 4 метра ткани. Можем ли мы сразу ответить на данный вопрос? Нет, так как мы не знаем длину данного куска ткани. Но это можно посчитать. Итак, 12 плащей умножаем на 2, получаем 24 метра. Это длина данного куска ткани. Зная длину куска ткани и количество ткани, которое нужно для каждого взрослого плаща, можем узнать, сколько же взрослых плащей можно сшить из этой же ткани. Для этого 24 разделим на 4, получим 6 плащей. Запишем ответ. 6 плащей для взрослых можно сшить из этого куска ткани. Давайте теперь подведем итог нашего урока. Сегодня на уроке мы научились умножать и делить трехзначные числа, которые оканчиваются нулями. Поупражняемся в решении еще нескольких примеров. 600 разделить на 2, 280 разделить на 4, 140 умножить на 3 и 120 умножить на 5. Вспомним, что в таких примерах действия заменяют действиями с десятками и сотнями. 600 разделим на 2, получим 300. 280 разделим на 4, получим 70. 140 умножаем на 3, 420. И 120 умножаем на 5, получаем 600. Ребята, я надеюсь, сегодняшний урок был для вас полезным. Давайте перейдем к домашнему заданию. Дома я предлагаю вам выполнить задание на странице 82 нашего учебника. Номер 2 и номер 5. Пожалуйста, решите примеры с устным объяснением. Спасибо за урок. До свидания. Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Тема нашего урока – число глаголов. На уроке мы с вами поговорим о морфологическом признаке глагола – числе. Разберем, как глаголы изменяются по числам и от чего это зависит. Сначала вспомним, что же такое число. Имена существительные изменяются по числам. Если имя существительное обозначает один предмет, то оно стоит в форме единственного числа. Если имя существительное обозначает несколько предметов, то оно стоит в форме множественного числа. Например, рука – руки, телефон – телефоны. Число – это изменяемый морфологический признак существительных. При изменении числа у существительных меняется окончание, то есть меняется форма слова. Глаголы – это слова, которые обозначают действия предметов. Значит, глаголы связаны с именами существительными. Мальчик рисует, мальчики рисуют. В данном примере глаголы стоят в форме настоящего времени. Глаголы в прошедшем и будущем времени также изменяются по числам. В прошедшее время мальчик рисовал, мальчики рисовали. В будущее время глагола бывает простое и сложное. У глаголов, отвечающих на вопрос «что сделает?», «что сделают?» – простое будущее время. Мальчик нарисует, мальчики нарисуют. У глаголов, отвечающих на вопрос «что будет делать?», «что будут делать?» – сложное будущее время. мальчик будет рисовать, мальчики будут рисовать. При этом изменение глаголов по числам в будущем времени происходит по-разному. В простом будущем времени меняется только окончание у глаголов. В сложном будущем времени сам глагол «рисовать» остается без изменения, а окончание меняется только у глагола «будет». У глаголов число нельзя определить только в неопределенной форме. Остальные глаголы изменяются по числам. Рисовал – рисовали, бегало – бегали, светило – светили, пишет – пишут, прилетит – прилетят. Прочитайте слова. Глаголы в единственном числе запишите в первый столбик, а глаголы во множественном числе во второй. Напоминает, радуются, сверкают, улыбался, благодарят, посчитаем, добавили, приоткрыло, разметим, заполняет. Выполним проверку. Единственное число напоминает, улыбался, приоткрыло, заполняет. Второй столбик, множественное число. Радуются, сверкают, благодарят, посчитаем, добавили, разметим. Перейдем к следующему упражнению. Прочитайте стихотворение. Вспомните, из какого произведения эти строки. Распределите глаголы в два столбика. Первый столбик – глаголы единственного числа, во второй столбик – глаголы множественного числа. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу. Проглочу, проглочу, не помилую. Звери задрожали, в обморок упали. Волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил. Это Чуковский тараканище. Выполним проверку. Глаголы единственного числа. Рычит, кричит, шевелит, не помилую, проглочу, проглотил. Глаголы множественного числа. Погодите, не спешите, задрожали, упали, скушали. Перейдем к следующему упражнению. Прочитайте, впишите, ставя глаголы в неопределенной форме, в нужное число. Глаголы у вас в скобочках. Замените, поставьте эти глаголы в неопределенную форму. Выполним проверку. Весна пришла. Солнце греет землю своими теплыми лучами. Все весне обрадовались. И звери, и птицы. Только один снег огорчился. Прячется снег от солнца под кустами и деревьями. Но яркие лучи солнца все равно его достают. Ребята выбежали на улицу и радуются лужам. Выполним следующее упражнение. Ребята, посмотрите и скажите, в каком числе стоят глаголы в четверостише. Ручеек по улице. Все журчит и журчит. Журавлик урлычет и летит и летит. Ручеек. Единственное число. Следовательно, и глаголы журчит. Будет стоять в единственном числе. Журавлик. Тоже единственное число. Следовательно, глаголы курлычет и летит будут стоять тоже в единственном числе. Поставьте эти глаголы в форму множественного числа. Ручейки по улице. Все журчат и журчат. Журавлик урлычут и летят и летят. В этом четверостише. Ручейки – это существительное множественного числа. Следовательно, глагол «журчат» будет тоже множественного числа. Журавли – множественное число. Следовательно, и курлычут и летят. Глаголы тоже множественного числа. Выполним следующее упражнение. Я подготовила для вас задание, в котором вы поработаете корректорами. Исследуйте текст. Проверьте, все ли там написано правильно. В лесу очень шумно. Один родничок тихо журчали. Я подошли к нему. Он были чистый-чистый. Вокруг пела птица, и он вместе с ними пел. Выполним проверку. В лесу очень шумно. Один родничок тихо журчал. Родничок стоит в единственном числе. Следовательно, и глагол должен быть в единственном числе. Журчал. Я подошла к нему. Я стоит в единственном числе. Следовательно, и глагол подошла в единственном числе. Он был чистый-чистый. Он родничок. Единственное число. Следовательно, глагол был тоже стоит в единственном числе. Вокруг пели птицы. Птицы – множественное число. Следовательно, и глагол пели будет стоять во множественном числе. Подведем итог урока. Глаголы изменяются по числам. Глаголы, обозначающие действие одного предмета, стоят в единственном числе. Глаголы, обозначающие действие нескольких предметов, стоят во множественном числе. При изменении числа у глагола меняется окончание. При этом происходит не образование новых однокоренных слов, а изменение формы слова. А теперь переходим к домашнему заданию. Открыв учебник, на страничке 109 вам надо будет выучить правила наизусть. На странице 110 вы найдете упражнение 191. Пользуясь теми знаниями, которые мы закрепили сегодня, вам необходимо выполнить следующие задания. Внимательно прочитайте задание этого упражнения. Спешите, разделяя запись на предложение и вставляя пропущенные буквы в окончание глаголов. Укажите число глаголов. Думаю, что с этим заданием вы справитесь на 5. Желаю вам удачи. До встречи на следующем уроке. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с новым разделом литературного чтения, а также жизнью и творчеством Бориса Викторовича Шергина. Начать урок мне хочется с пословицы. Чему с молоду не научился, того и под старость не будешь знать. И действительно, все то, что вы будете знать в будущем, оно закладывается и опирается на все то, что вы изучаете и запоминаете сейчас. А сейчас мы с вами сделаем речевую разминку. У меня для вас есть небольшое стихотворение. Послушайте, пожалуйста. Я ельником шла, гостиниц нашла, Отличный, отличный, до самых краев, Корзина полна и свеж аромат земляничный. Давайте вместе со мной прочитаем это стихотворение орфографически. Что значит орфографически? Это значит, что мы должны с вами читать так, как мы пишем. Итак, начали! Я ельником шла, гостиниц нашла, Отличный, отличный, до самых краев, Корзина полна и свеж аромат земляничный. Давайте посмотрим на первые буквы строчек по вертикали. Прочитаем их, при этом называя только звуки. Я, г, о, д, к, и. Какое слово получилось? Правильно, ягодки. А теперь я предлагаю вам сложить пословицу с этим словом. Какая получилась пословица? Верно! Собирай по ягодке, наберешь кузовок. Как вы понимаете смысл этой пословицы? Посмотрите на кузовок на картинке. Ягодки очень маленькие. Как получился такой полный кузовок? Наверное, кто-то очень постарался собрать столько ягод. Так и вы можете собирать свои добрые поступки и полезные дела, которые потом все вместе объединятся и принесут вам и людям пользу. Раздел в учебнике и произведение, которое вы сегодня прочитаете, называется «Собирай по ягодке, наберешь кузовок». Как вам кажется, чему вас сегодня будет учить новый раздел и произведение? Наверное, тому, что начинать надо с самого малого. Не бояться этого. И постепенно вы сможете получить хороший результат. Автором нашего произведения является Борис Викторович Ширгин. Он русский писатель, который родился в городе Архангельске. Там же он провел детство и юность. Борис Ширгин писал, что в Архангельске живо устное народное творчество. Кругом там пели былины и рассказывали сказы, предания. Отец будущего писателя был кораблестроителем и мореходцем. Он 45 лет ходил в море. Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов и шхун. Свою маму Борис Ширгин называл хранительницей слова. Впоследствии он записал былины, рассказанные ею. Учился писатель в Москве в Строгановском художественно-промышленном училище, потому что его с детских лет прельщали кисти и краски. Многие книги со своими произведениями Борис Ширгин оформлял сам. Для многих создал иллюстрации. Известны такие его произведения, как «Ура, я иду в школу», «Колосок», «Волшебное кольцо», «Веселье сердечное». Все произведения Бориса Ширгина учат нас добру, справедливости, трудолюбию. В Архангельске установлен памятник Борису Ширгину и названа библиотека его именем. Сегодня вы прочитаете его рассказ в своих учебниках. Но перед тем, как вы прочитаете произведение Бориса Ширгина, давайте поработаем над словами, которые встретятся в рассказе и могут вызвать затруднения в понимании. Штукатурное дело образовано от слова «штукатур». Мастер, работающий с известковым раствором во время ремонта или строительства. Малярное дело. Этой работой занимается маляр. Он производит окраску помещений и зданий. «Академия» – высшее научное или художественное учреждение. «Вылощим волчьим зубом» – это устойчивый фразеологизм, который обозначает «натер до блеска». «Паркетчик» – мастер, который составляет из дощечек различные узоры. В рассказе Бориса Ширгина «Собирай по ягодке, наберешь кузовок» вы познакомитесь с героями произведения, мальчиком Вани, с его бабушкой и Митей-паркетчиком. Ванина бабушка была мастером малярного дела, добрая по характеру и любящая говорить пословицами. Ваня спросил у бабушки, о чем она беседовал с паркетчиком Митей. Кивая и говоря, «Глаза боятся, а руки делают». Бабушка рассказала о том, как Мите поручили за две недели украсить деревянным орнаментом столешницу для академии. Митя сделал часть работы, потом стал любоваться сделанным и мечтать, забыв о необходимости работать дальше. И так провел целую неделю. Он обратился за помощью к мастеру, и тот посоветовал Мите каждый день обклеивать небольшую одинаковую по размеру часть столешницы. Митя послушал совет, и заказ был выполнен срок. Совсем как в пословице «Собирай по ягодке, наберешь кузовок». Мы уже с вами говорили, что Ванина бабушка любила говорить разными пословицами. Давайте посмотрим, какие пословицы вы встретите в рассказе «При чтении». Работа любит не молодца, а не залежливого. Глаза страшатся, а руки делают. Комар носа не поточит. Собирай по ягодке, наберешь кузовок. При чтении любого произведения нас, читателей, оно чему-то хочет научить. Понять основную мысль произведения. Чтобы увидеть главную мысль рассказа, в нем автор всегда использует крылатые выражения, пословицы, поговорки, как бы помогая нам определиться с главной мыслью рассказа. Какая же главная мысль рассказа? Собирай по ягодке, наберешь кузовок. Главная мысль рассказа Бориса Ширгина. Не спеши в какой-либо работе. Не старайся сделать ее сразу. Одним наскоком. Потому что так недолго все испортить. Лучше делать в день понемногу. Но спокойно и средоточенно. Так понемногу по ягодке, в конце концов, наберешь хороший кузовок. То есть работа, которая будет состоять из нескольких этапов, завершится в намеченный срок. И с наилучшим качеством. Никогда не надо бояться, что не успеешь закончить работу вовремя. И поэтому спешить. Спешка и боязнь до добра не доведут. Я думаю, что чтение этого рассказа для вас будет интересным и увлекательным. А сейчас я прошу вас, ребята, обратить внимание на домашние задания. Вам необходимо прочитать рассказ. Собирай по ягодке, наберешь кузовок. На странице учебника 124-128. И устно ответить на вопросы номер 1, 4, 5 на странице 128. И дополнительно, кто желает, может нарисовать рисунок к данному рассказу. Спасибо за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин